друзья всем привет нахожусь на старом купеческом доме на объекте где мы крышу ремонтировали сегодня идет заливка фундамента дом подняли на 40 сантиметров на деревяшках выставлен сделал сделали короба получается в этих местах где дом сейчас временно стоит на деревяшках эти места заливаться не будут между ними сделаны короба деревянные в эти короба будет идти заливка бетона и получается дом будет залит такими кусочками углы будут завязаны потом в середине между углами пролет и когда вот это все подсохнет через недельки через две через три это можно будет деревяшки убрать дом сядет на бетонные бетонные вот такие промежутки и можно будет оставшиеся части залить когда уже дом будет держаться на бетоне деревяшки можно будет выколотить оттуда значит как сделаны кубики самое главное это сделать завязку углов правильную завязку углов вот этот угол идет целиковый то есть метр с одной стороны захватывает и метр ну или можно побольше полтора с другой стороны перехватывает нравится значит сделан из 20 доски 22 наверно 20 побольше клиньев вколачивать чтобы фото цементом не разжала не раздавила и придумал чтобы меньше делать обвязок между арматурой сделал ее насквозь через стенку проткнул то есть просверлил дырки дырки в этом в ящике и арматуру проткнул насквозь как раз хвосты будут торчать чтобы потом сделать завязку между вот этими частями которые сейчас друг от друга пока отдельно отстоят здесь тоже торчит и здесь торчит и потом когда дом сядет на эти блоки деревяшки вот эти уберутся выколотятся или выпилю или выколочу то уже эта часть будет заливаться и тут как раз есть концы будут торчать от арматуры чтобы ее связать между собой и продлить получается в итоге получится общая одна большая длинная ленточка вот так вот вниз наложил валунов чтобы побольше объем закрыть скажем так заложить наполнителем большие валуны не влезают потому что хотел большие положить но там идет арматура проходит и большие валуны не влезли и здесь точно так же все углы сделаны самое главное это углы завязать углы нельзя делить делать по отдельности угол должен быть сплошниковым и весь получается вот арматура такой крест-накрест делает четыре полосы туда идут и четыре полосы сюда идут получается угол связан вот так крест-накрест видно не видно сейчас покажу еще в другом угле может другому углу может поведение будет тут маленький кубик получился где-то метр вот там побольше камень влез чем мощный опаньки везде делал по 4 живых по 4 линии арматуры пропустил здесь угол поменьше получился где-то 80 сантиметров примерно самое главное текли отколачивать и как можно чаще их чтобы фундаментом не раздавило вот тоже крест-накрест угол получается завязан хвосты везде торчат чтобы потом соединить углы и продолжить сюда продолжите соединить с этими с отдельно стоящими кубиками таких назовем здесь тоже коротенький получился вот этот самый короткий угол 80 на 80 туда 80 сюда 80 здесь побольше пространство потому что тут не стал в этом месте делать копать надо вот здесь так здесь метр на метр угол получился этот же подлиннее также крест-накрест все сделал здесь у дырки просверливал просто-напросто и насквозь арматуру туда вставлял так удобнее делать чтоб не надо арматура держится получается на стенках не нужно делать лишние там стойки вот такие как обычно стойки делают наваривают сейчас сделаю что поведение не нужно делать стойки такие то есть она не на земле стоит держится за счет деревянных стенок вот так вот лишний расход железа не нужно делать здесь тоже на стенках держится но везде на стенках держится чего я хотел показать в общем включил сейчас бетономешалку хотел начинать бетонировать а у меня получилась небольшая ситуация никогда я не разбирал в жизни все время хорошо работала какой-то звук пошел странный непонятный звук странный непонятный какая-то вибрация прислушался остановился снял крышку никогда внутри не заглядывал просто работала всегда без нареканий а тут оказалось двигатель у нее держится вместо трех болтов вот у нее 1 болт внизу сверху 2 и 3 и на 3 болта держится только на одном нижнем вот на этом вот как его перекосило по ходу дела от вибрации вот эти болтики два верхних открутились вот так видно там что-то да и вот этот крутился это тоже открутился сейчас найду ключ а сейчас короче надо вот это снять как он тут держится по ходу вот это открутить вот эти крепления открутить и перезатянуть по ходу он вот он туда внутрь уехал до открутился и ускочил внутрь а он не сквозной то есть нужно вот эту штучку крепления снять двигатель болтается все сейчас усилим из этого насчет съехал с со шкива ремень съехал немножко видно под наклоном покрутился и соскочил если бы я не услышал его вообще или оторвало или бы ну или в лучшем случае соскочил но скорее своего его бы порвало краем бы шкива обрезала его так что нужно ремонтироваться срочно надеюсь долго не займет травка попала сюда итак есть у него такой ключик с головкой на 13 сейчас попробуем открутить посмотрим что там закрепление гаечка на 13 опаньки она нифига не на 13 точно не такой 13 что-то проворачивается для походу на 12 ключик и их макарёк на 12 на 12 у меня нет уголовки на 12 так ёшкин кот вот такой у меня бомжатский набор инструментов блин хрен тут что найдешь балилин 12 ключик на головку на 12 ключик ключик то есть на 12 вот такой бомжатский набор все рассыпью все блин мешает ёк макарёк все мешает все надо убрежать блин все навалом кто бы мне подарил нормальный набор ключей а то вечно проблема найти нужный ключ в этом хаосе 12 вот 12 нормальный бы набор кто-то не подарил ребята кто-нибудь меценат и так 12 опаньки заколебался уже этих бардаке копаться вечно чего-нибудь искать как нужный ключик найдешь так на 12 до боли нифига нет 12 я понял блин на 13 у меня головка по ходу провернуто точно гайка то на 13 у меня головка это наверно провернута ты блин что делать то я покупал на 13 или нет на 8 ёшкин кот байлин у меня ключ был накидной на 13 где-то был накидной ключ ёшкин кот байлин тут еще найдешь в этом бардаке где ключ там на 13 был накидной кишкин кот рожковым что ли попробовать рожковым не крутить будет сейчас нифига нет отключилась эти где мне накидной так еще дэва положил 1 час откручет одной рукой неудобно и покажу все тут четыре болта получается а это то не надо этот не надо отключить уже так вот эти два которые держат вот это крепление 1 и 2 1 час разберу и посмотрим в общем рассказываю вот внутренние болты до них фиг доберешься вот он пришлось полностью снять вот это все крепление целиком сейчас вот эти два болта 1 и 2 нужно закрутить туда вот на место в этот в корпус этого двигателя все из-за обратно потом установить на место целиком сейчас закрутим тут нужна головка а меня ключик есть еще буквой г точно вот такой вот меня ключик если на 13 на 14 буквой г головка провернулась еб макарюк это очень плохо вечно с ключами проблемы какие-то все закрутил обратно крепление затянул и буду на место ставить весь этот блок с двигателем все еще немножко осталось еще чуть-чуть пару минуток все отремонтировал начинаем бетонировать как говорится ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, что-то одной рукой неудобно. Что-то там уже почти полный угол залит. И туда само растекается. Сейчас палочкой еще подмогнем чуть-чуть, чтобы лучше растекалось. У меня сейчас только что авария была. В общем, забыл борта закопать. И у меня с-под борта хлынуло только что из-под низа. Где-то ведро выскочило. Вот она здесь на земле осталась. Здесь из-под низа. В общем, сейчас прошел и здесь еще все прокопал. Забыл немножко про этот момент. Ладно, ничего страшного. Так, все хорошо растекается. Угол почти полный. И в конце камни пошли. Третья бетонная мешалка сюда влезла. Еще немножко выйдет сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, друзья, закончил бетонировочные работы. На все про все у меня ушло 4 дня. Один день я подкапывал. Там все выравнивал. Уровень земли. А, бревна подпиливал. Потом два дня строил опалубку. И сегодня один день заливал. Все залил. Все блоки под всеми углами. Ну, все, что было у меня настроено. Все, что было подготовлено. Сейчас пройду по кругу покажу. Все вроде получилось ровненько. Потом еще, когда подсохнет и сядет, нужно будет жиденьким раствором еще подлить туда, под низ. Через недельку примерно. Так, и четвертая стена. Неудобно тут. Неудобно ходить. Тут бревна лежат между домом и стеной. Все, все по кругу, все прошел. О, какая-то щепочка попала тут. Уберем. Так. Все. Пусть подсыхает. И где-то недельки через две, когда подсохнет, уже буду вот эти соединять куски. То есть, вот эти углы и вот эти перемычки подсохнут. И между ними потом буду остаток этот кусок заливать. Ну, там немножко. Тут на полдня работы примерно. Тут вообще по полметра кусочек. А, ну и забыл, я говорить не помню. В начале видоса-то я говорил. В первый день не говорил, когда я подкалывал. Кто, если успел заметить, может вопрос спросит. Что за доска приколочено здесь? Тут я подкладывал рубероид под бревно. Между фундаментом и между домом. Рубероид. И там у меня с той стороны загнут. И с этой стороны загнут. И вот он у меня приколочен. Чтобы не мешал заливаться. Потом эту досочку я просто оторву. И рубероид сюда лягет. Короче, гидроизоляция. Где-то солнышко-то. И так, друзья, прошла где-то неделька после того бетонирования. Я хотел видосик выложить. Стал монтировать дома. И смотрю, а у меня концовочки-то нету. Я, видно, уставший был. Четыре дня или пять дней там попал. Убку делал, бетонировал. Устал, короче, весь. Голова взрывалась. И голова вообще не соображала. Короче, я не попрощался. Не знал. Стал монтировать, а концовки-то и нету. Концовки нету. В общем, ладно, концовочку запишу отдельно. Еду снова далеко-далеко в командировку. Остановился. А, ехал. У меня там на... Компьютер заругался. Говорит, у вас не работает ближний свет фар. Компьютер в машинке умный. Я остановился. Действительно, ближний свет, фары ближнего света не работают. Сейчас буду менять. Видно там, что на камеру-то передает, не передает. Это светится, а это не светится. Сейчас, короче, посмотрю. У меня должны быть запасные лампочки в машине. И буду менять лампочку в полевых условиях. Еду на трассе. Мне ехать очень далеко. Очень-очень далеко. Приеду в пункт назначения только к ночи. И мне по-любому нужен свет. Иначе ехать буду собирать штрафы. Штрафы не хочу, так что буду ремонтировать камеру. Ой, это лампочку вернее. Так, мне надо открыть капот. Открыть капот и разобрать фару. Сейчас все покажу. Так, видно, что там не видно. Да, нашел я лампочку. У меня целый пакет этих лампочек. Сейчас сюда положу. И буду смотреть, какая мне нужна. Перегорела, в общем. Я посмотрел, вот это крайняя. Сейчас крайнюю надо мне как-то к ней будет подобраться. Что там, пацаны, что интересно? Интересно? Да ничего, это гребы. Субтитры делал DimaTorzok Итак, пришлось мне немножко фару подвынуть, разобрать, чтобы было более удобно подобраться к лампочке А то я руками нащупать никак не могу и выдирается она просто вот так вот, вот, готова Вот она перегоревшая лампочка С чернотой с такой, видно там на камеру что-нибудь, да? Надеюсь, видно Чернота на стеклышке Все, сейчас новую лампочку меняю И в путь, дорогу дальнюю едем Это не то Вот она другая Вот это вот Вот такая вот лампочка Сейчас поставим новую Фару ставим на место И закручиваем болтики Все тут грибники шарятся туда-сюда, туда-сюда, елозят, елозят, елозят Сейчас только что остановилась машина Ходили что-то по кустам, шоркались, шоркались Здесь два куста, и среди двух кустов Втроем ползали Так в итоге ничего не нашли, уехали Интересно Непонятно Непонятно? Во! Сейчас была интересная ситуация Пока я ремонтировался сюда, на полянку Подъехала машина И вышли три человека Короче, лес гигантский Там лес гигантский Все кругом в лесах, в лесах, в лесах Там дорога идет в лес Набор выходит за ягодами, за грибами А они остановились здесь И ходили вокруг этой акации Что-то ходили, крутились, крутились вокруг этого куста Туда зашли, сюда зашли Вышли, опять туда зашли, сюда зашли Здесь помойка такая Я спрашиваю, что там ищите? Пацаны, грибы что ли? Они говорят, да, грибы собираем Короче, фиг знает Что они тут ходили, искали Около этого куста Закладку, что ли, какую прятали Или искали закладку Вот именно здесь они крутились Вот в этом пятачке Минут пять, наверное, они Все обыскали там, обходили Не знаю, что они тут искали Что машина едет, блин Что они тут обыскивали, непонятно Сейчас посмотрим Может, что интересное тут есть Что-то там спрятано у них, походу, пьесцы Надо найти Или разведать Но грибов тут точно нет Сто процентов Вот здесь они крутились Вокруг этой березки, вокруг этой акации Минут пять ходили Втроем Непонятно Грибов можно поискать и в других местах В более грибных Да Странно Может, я их спугнул Может, они потом с лопатой приедут Будут с лопатой копать Непонятно, да Вот что-то они там пошоркали ногами Поцарапали Иголчатый слой Сняли Плодородный слой ногами Спинали Видно, искали что-то Но точно не грибы Все, друзья В общем, лампочку я отремонтировал И А, и забетонировал То, что видосы начал Неделю назад Для меня тоже неделя прошла Для вас только пять секунд Забетонировал Сейчас жду, когда подсохнет И буду остатки бетонировать Которые между вот этими бетонными чушками И между углами Будут потом бетонировать Через недельку эти пролеты Все, друзья Спасибо, что смотрите Ставьте лайки Нажимайте кнопочку красненькую чпунь Подписаться Пишите комментарии И до скорой встречи Всем пока Я погнал дальше Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok